Нива у нас сидит сутки здесь. Приехали ее спасать, но естественно нам самим хочется попробовать. Турбо-Нива. Нива-Бронто. Стоковая-Нива. Опель-Фронтерик. Мы сейчас попробовали без разгона, без ходов. Шины замыливаются, и автомобиль не едет. Давай обороты, обороты, больше оборотов. Нет, нет, нет. Пример вот он у нас. Сутки уже стоит. Шина здесь нетравленная. Ну, есть сколько? 235-я, по-моему, или 232-я. Ну, заводская Нива-Бронто. Не получается? А ты сейчас на пониженной? А попробуй на повышенный оборотов побольше. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Будут очищаться? А, не хватает мощи. Не хватает мощи. Все понятно. Как видите, не хватает. На повышенный не хватает. Нива едет, конечно, в тяжелых условиях за счет понижайки. А нет, вот, смотрите, раскрутил, раскрутил. Сейчас получается, что под колесами накапывает и садится на мосты. И все на этом. Попробует проехать ходами. Смотрим. Рядом. Давай. Ух, какие хода. Конечно, конечно, инерция хорошая. Блин, ну все-таки мотор и позволяет так крутить. Ну, вот, все равно, если бы помедленнее ехал, он бы не смог выехать. Не смог. Его бы затянуло. Да, мощность мотора, колеса, большие МТК. Ну, нет, не смог бы. Попросили Алексея, чтобы он проехал не ходами. Говорю, давай потихонечку. Ну, вот, и все, да? И плюс еще масса. Вот вам и пример. А вот сейчас давайте посмотрим в грязи мощность мотора. Влияет как-то. И тем более у него шина новая, МТК. То есть этот мотор колеса будет вращать в легкую. Вот и все, парни. Короче, эта грязь засаживает любой автомобиль. Это Opel Frontera. А двигатель он там... Лех только недавно откапиталил. Вот так вот. И все. Ходами, да, конечно. Как видели, любой автомобиль эта грязь проезжает. Вот у нас два автомобиля сидят. Там Ниву вытаскивает. Игоря на китайцах. Лебедкой пытается тащить. Без полезняк. Смотрите, как сеет плотненько. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дрифт. Давай. Нормально. Ух и холодно как. Очень холодно. Это грунт такой, солончак. Все, сейчас уже к асфальту, дорога близко. И домой. Вроде наша миссия получилась вытащить всех. Все отлично. Фронтерик. По-моему, не смог, да? Не вытянул. А что он так медленно поехал? Зум 10 крат на телефон, пацаны. За качество, извиняйте. Выходить. Обувь уже мокрая. По бампера. Ну, смотри, вытащил, да? Это тот, который на летней резине, что ли? Что-то он слишком легко проехал. Не, у него МТ по-моему стоит. Да, сейчас он фронтерик будет спасать. Вот я про что говорю, что очень удобно кататься группой. Специально едешь, специально застреваешь, знаешь, что тебе помогут, тебя вытащат. Грязище конкретное, колеса все грязные. Вот патриот пытался помочь. Сейчас зол уменьшу. Вот, смотрите, левая водительская сторона просто утонула. Не Васик. Карбюратор, причем, карбюратор. Пас у нас не едет. Лебедимся. Так, фронтерик у нас тоже проехал. Леха, молодец. Вот, смотрите, сафари. Вот так вот, о сафарях. Там профиль 90-й. По клинцу намного выше. Поджерик динамкой дергает патриот. Представьте, насколько скользкая грязь. Если Николай еще немножко побуксовать, он тоже сядет полностью на днище, на пузо. Поэтому нужно аккуратно. Хотел Ниву на сафарях поснимать. Она за патриотом. Вон она. Так, патриот получилось. Давайте, не Васик посмотрим. Короче, терять ему нечего. Долбит на все 300. Вот на том месте, где УАЗ-патриот сидел, у нас осталось два автомобиля. Ну, то есть, Опель Фронтера. Вот его надо вытащить. Далеко не уедет. Мы приехали. Вот здесь тоже низина такая. Вот, смотрите, где мы с вами проскакивали. Все, сейчас он сядет на мосты. Все, все, уже без полезняк. Какие бы шины не были, Солончак делает свое дело. Как я и говорил, у поджерика чуть копнет, вот он пример. Чуть копнул, все. Сейчас китаец залебедился за Ниву. У китайца колеса крутятся у Игоряна. А зацепа ноль, парни. Вот динамка Нива, смотрите. Нива легкая. Это бесполезно. Это то же самое, что мы сейчас пятидверку вытаскивали, грязанницу порвали. Вот сейчас есть возможность, что Нивасик тоже самое сядет, как и УАЗ-патриот. Еще разок он сейчас его дергнет, подкопает под собой. Я думаю, он больше не выйдет. Давайте посмотрим. Все, дернул, подкопал под себя. Между прочим, шины у него лысые. Нива на карбюраторе. Это бесполезно. Это бесполезно. Бесполезно. Это то же самое, что пятидверку дергали. Все то же самое. А у него еще тяжелее. Нет, у меня кажется, динамкой тяжело дергать. Я попробовал. Я все ждал, когда ты подкопаешь и тоже сядешь. Ну вот, вот, смотрите. Приехал поджерик выдергивать УАЗ. Там, где стояла Нива. Нива подкопала и накопала. Ну тут только грамотно. Блин, только грамотно. Дозировано надо прям. Хотя шины, даже МТ, замыливаются вообще в хлам. Я иду и ноги мокрые, потому что, ну грунт мокрый. И только сейчас прошел дождь с градом. Мне кажется, даже если он тронется, у него не хватит инерции для рывка. Вот представьте, он сейчас его дернет. Как я и говорил, что под колеса нет. Да все, он уже садится. Смотрите. Да. Николай, пусть тебя теперь патриот вытаскивает. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Все, Коля, давай, не надо. Сейчас сядешь. Тебе надо сейчас динамкой дернуть и ты выйдешь. Я под жарик дергал, у меня не хватало веса. Опеля помогает. Он потяжелее, МТ у него. У меня ТАТ сейчас. Ну очень тяжело по такому грунту ездить. Да, парни, колеса замыливаются жестко. Но Фронтерик мне нравится. Очень нравится. Никто у нас не отравился. Напомню, что никто у нас не отравленный. Все, процесс пошел, пошел. Опель Фронтера почти сейчас вытащим. Стой, стой! Еще чуть-чуть осталось. Самостоятельно не едет. Стой, стой! Стой, стой! Стой! Звуки моторов. Достаточно, конечно, немножко помочь. Солнышко появилось. Опель Фронтера. Ближе к асфальту. Ура! Красавца, красавца, молодца. Давай на сухое как-то выезжай. Молодец, Николай. Блин, красота. Теперь мы у вас не можем вытащить. А самое интересное, вот той нивы, у которой оторвали бампер, у него, короче, порвался ремень и там что-то колено колечек. Короче, та пятидверка вообще не заводится и не едет. Ее нужно будет как-то отсюда вытаскивать. Так, у нас теперь якорь есть. Смотрите, даже поджерик тянет. Лебедочка. И бесполезняк, парень, бесполезняк. У нас только одна лебедка на данный момент осталась. На Опель Фронтера тоже с лебедкой проблема. Вечереет. Холодно стало. Что мы решили? Он не Васик. Цепляем динамку раз, цепляем динамку два. Так как у той нивы пятидверки у нас мотор не работает, будем пары тянуть. То есть, должны вытянуть и должны как-то вот эту лужу проехать, и чтобы никто не застрял. Набирает ходу. Набирает ходу. И опять не портануло. И так уже стемнело у нас. УАЗ мы никак не вытащим. Короче, сейчас у нас шесть машин. Две машины с лебедками. Якорь. И вот якорь. Я якорь. И вон не Васик, якорь. Для того, чтобы нам вытащить УАЗ Патриот. УАЗ Патриот, как видели, сидит у нас плотненько. Сейчас работают две лебедки. Плюс зацеплены машины. Как якорь. И у нас Патриот нифига не едет. Две лебедки, представляете? Сейчас передние колеса подкопали. Которые автомобили с лебедкой. Чтобы их не тянуло. Также есть якорь. И смотрите, получилось. У нас Патриот немножко двинулся. Время десять вечера, парни. С двумя лебедками. Пять машин якорь. Там высший газур. Пять машин. Идём. Теперь мы с лебедкой не перестали. Время на поле. Идём. 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 Ребята, у нас получилось, что мы Патриот вытащили. Осталось доехать до асфальта. Это 100 метров примерно. Как видите, грязюка смачная. Первая повышенная, меж всего и заблокированная. Грязь. Поехали вперед. Давай. Надеюсь, что мы не сбуксуем. Ох, получилось, получилось. Давай сразу нас войдем, вывезем. Нам надо Ниву еще вытащить, да? Которую сломанную Ниву надо вытащить. Надо вернуться. Надо Ниву вытащить. Победа, победа близка. Все на старте. Последний Нивасик забираем. До асфальта осталось у нас буквально 10 метров. Да, конечно, лонжерон задний вырвало здесь у Нивы. Там заднее крыло вырвало. Да, там это и крыло, и лонжерон. Все, выезжаем на трассу. Полиция стоит. Нью-Йорка. Нью-Йорка. Все, парни, мы спасены. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...